94 дольщика смогут справить новоселье уже в этом году. Долгострой на Антонова Овсеенко введен в эксплуатацию. Этот дом числится в проблемных уже не один год. Строительство 8-секционного 14-этажного дома началось 15 лет назад. Однако в скором времени застройщик обанкротился. Теперь, когда заветные ключи получены, Андрей Парасвирин не верит собственному счастью и торопится сделать в квартире перепланировку и ремонт. А 15 лет назад, когда он принес в строительную компанию кругленькую сумму денег, он и представить не мог, что квартира будет стоить ему еще и кучу сил и нервов. Здесь очень много было афер всяких, много судебных дел было по поводу фальсификации документов. Они сами проводили очень дорогие экспертизы. Потом здесь никаких документов на строительство как таковых не было, ни проекта, ничего. За весь период строительства дом пытались достроить несколько компаний. Только два года назад нынешний застройщик приступил к работам, которые завершились в июне этого года. Департамент градостроительства Самара помог в выдаче разрешительной документации, согласовании технических условий и подключении дома к инженерным сетям. Стоит отметить, чтобы достроить дом не потребовалось ни дополнительных денег дольщиков, ни бюджетных денег. В этом году планируется ввести в эксплуатацию еще пять проблемных объектов. Мы усиливали требования к застройщикам в целом по городу. И, конечно, ситуация, которая складывалась там буквально 15-16 лет назад, она в городе больше уже не повторится. Помимо своевременной сдачи домов в эксплуатацию, помимо качественного строительства жилья, о чем постоянно говорит губернатор Николай Иванович Меркушкин, мы настаиваем на том, что прилегающая территория вместе с создаваемым объектом выглядела соответственно, отвечала современному представлению о качестве жизни. В прошлом году силами администрации города и областного правительства ввели в эксплуатацию 11 проблемных объектов. На сегодняшний день их остается 23, хотя еще 4 года назад их было больше сотни. Таким образом, за это время удалось снизить количество проблемных объектов в 4,5 раза, а обманутых дольщиков в 5 раз. Марина Матвеевична, Артем Сулайман. События.